Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о нормотипичности. Утро обычное. Вот ребенок собирается, например, в школу, и у него родитель, который смотрит, вот оденет он сам носки или не оденет, оденет он сам кофточку или не оденет, застегнет пуговички или не застегнет, а рубашечку, как он одел той стороной, не той, а курточку, как он сам одел или не сам. А вот он пришел со школы, как он вещи сложил или раскидал и так далее. Если ребенок имеет диагноз аутизм, то это все он не нормотипичный ребенок. Если он бросил портфель, если он кинул шмотку, если он что-то требует, есть ли, есть ли, есть ли. И таким образом родитель, у которого, у ребенка есть диагноз, что делает? Он ставит стену между собой и ребенком и каждый раз проверяет. Нормотипичный он или не норма? Это у него внутренний запрос проверить, проверить, проверить. И таким образом, проверяя, он утверждает, нет, не норма, нет, не норма, нет, не норма. Ой, где-то норма, тут порадуюсь, но тут же не норма. А теперь смотрите, растет здоровый ребенок, у которого нет диагноза, родитель не знает о диагнозе. Обычный ребенок. Пришел со школы, ботинки налево, рюкзак направо, шмотки где кинул, там и прекрасно. Может убрал, может не убрал. Это относится к чему? К элементам воспитания. Но у родителя, который смотрит на такого ребенка спокойно, нормальный ребенок, ну завтра сам найдет свою рубашку вывернутую наизнанку, завтра, если попросить, помогу. А если вместе торопимся, то просто подошла, помогла, застегнула ему пуговички, чтобы быстрее было. И даже мыслей не возникает проверить его на нормотипичность, потому что в сознании родителя он нормотипичный. И вот этой вот стены с проверкой ребенку не возникает, но вместо него возникает связь. Давай я тебе помогу, давай я тебя поддержу, давай я тебе объясню. А вот смотри, в следующий раз, если ты положишь, и будет сложно лежать, будет аккуратно, немятая, та же самая форма. И идет взаимоподдержка, взаимовыручка, идет коммуникация, идет развитие отношений. Подождите, мамочки, но те, кто делает своих детей в своих же глазах ненормотипичными, зачем вы рубите связь со своими детьми? Да, может быть, врач там сказал диагноз, особенно те, кто сейчас уже выходит, у детей повключалось сознание. Вы видите уже эти элементы и вырубите. Я привезла ребенка в детский сад, она капризничала, что платится там не то, или ботиночки не сняла, а нормотипичные снимают сами. Слушайте, родители, вот вы башку имеете вообще? Сколько детей капризничает на входе в детский сад? Им всем надо ставить диагноз аутизм? И вот когда вот эти вещи видишь за родителями, ты понимаешь, родитель неосознанно сам строит аутичный барьер своему ребенку. Сам, своими руками, своими мозгами, своим образованием суперинтеллектуальным. Но вы не видите, что вы делаете? Приходится снимать такие ролики? Это каждый день, это бытовуха. Ваша задача увидеть ребенка здоровым и протянуть ему руку помощи. Ну и что, что он надел рубашку неправильно? В следующий раз оденет правильно. Помогите ему перевернуть эту рубашку, застегнуть. Сегодня вы в своих мозгах начнете вести себя как здоровый родитель, протягивать руку помощи и нормально воспитывать ребенка. Завтра это отразится совсем по-другому на жизни, на вашей, на ребенке. Потому что он все равно будет копировать вас. И скопирует он вас с этой барьерной средой в башке? Или скопирует он вас, любящего и протягивающего руку помощи? Он же точно так же будет общаться потом со своими детьми. Потому что дети, которые не знали любви, они не могут подарить любовь своим семьям, когда они вырастают. И еще есть один такой момент. Смотрите. Напряженные ситуации, когда ребенок что-то вытворяет, шалит. Ну вот в моей жизни мои дети взрывали унитазы, сбивали плафоны, кидали камни по машинам, снимали на видеокамеру взрывы петард. Еще там... Ой, я даже все сейчас и не вспомню, что они творили. Причем они творили это не со зла, им просто интересно было, что будет. У них так устроен был познавательный вот этот механизм. То есть те вещи, что им не успел объяснить, они обязательно должны были проверить на практике. Услышали и тут же реализовали. И мне очень много приходилось в своей жизни переживать. Так вот, господа, вы можете довести себя до инфаркта или инсульта своими переживаниями, а можете превратить это все и перевернуть в чувство юмора. И что бы ни происходило, радоваться каждому познавательному моменту вашего ребенка и говорить, благодарю, сынок. Сегодня ты меня научил на комиссии по делам несовершеннолетних. Я встретила прекрасных людей, мы с ними весело пообщались. И пошло, пошло, пошло. Вот, например, сегодня, читая те анкеты, которые были заполнены мной уже тогда, когда мой сын еще учился старше в школе, в гимназии, и то, что писала, я там отвечаю на вопросы педагогов, и что отвечал мой сын. Сегодня вот в деле он увидел в своем это. И мы просто смеялись, потому что там все заполнено чувством юмора. Если есть проблема, и вы ее раздули в проблему, своей важностью накачали туда злость, и лопнуло, и у вас создалось миллион этих проблем в жизни. Если вы ее приняли, поблагодарили, прожили опыт этот прекрасный, выдающийся, обсмеяли его с любовью, с чувством юмора, со счастьем завершили, и вы можете создавать новый сюжет осознанно, вместо того, чтобы проживать вот эти грязные брызги, злости, негатива, ора на своего ребенка и так далее. Это касается, милые мамочки, вас, потому что когда вы пишете, я так люблю своего ребенка, так, 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 а мы видим злобу, и мы знаем, как вы на него орете, как вы его бьете, как у детей есть жопы красные. Дорогие мои, это скрыть невозможно. Вы бьете сами себя, орете сами на себя, вы бьетесь в своих стенах, которые вы сами соорудили со своими детьми. Простите, что я жестко, но это факт. Или вы увидите вот этот момент, когда вы сооружаете эту стену со своим ребенком, и эту стену вы поблагодарите, с юмором завершите и разрушите вместе с ребенком, и вместе протянете друг другу руки помощи и скажете слова любви, либо вы будете биться о свою стену головой, потому что в аутизме пребываете родные мои вы. И это надо научиться видеть, научиться видеть этот момент, когда вы сооружаете свою стену между собой и своим ребенком, и прикрываете эту стену нормотипичной, ненормотипичной. Где она, нормотипичность? У Эйнштейна была нормотипичность, а у Теслы? Да возьмите любого ученого. У Илона Маска есть нормотипичность? А у Байдена? Вы посмотрите людей ярких, реализованных, которые проявились. Они что, нормотипичны? А теперь смотрите, что делаете вы со своими детьми и со своей жизнью. Спасибо. 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 Спасибо.